Рязань простилась с героем Советского Союза, почетным гражданином города, генералом-лейтенантом Альбертом Слюсарем. На гражданскую панихиду в музей истории ВДВ шли нескончаемым потоком. Людей было настолько много, что на улице стояли сотни, несмотря на ливень. А дать дань памяти герою пришли его родные, друзья, сослуживцы и просто незнакомые люди. И все как один повторяли – ушел человек, ставший легендой еще при жизни, настоящий герой своего времени. Редко бывает, когда человек при жизни становится легендой. Вот Альберт Эдакимович был легендой. У него на груди была звезда Героя Советского Союза. Но он был героем во всем. Вот во всем. В семейных отношениях, в дружбе, в работе, в застолье. Он всегда был героем, он всегда был лидером, он всегда был первым. И, конечно, для нас, для всех, это такая эпохальная потеря. Вообще человека с большой буквы. И недаром его называют человеком легендой. Этот человек испытал простой, с простой крестьянской семьи, испытал все. И честно прожил жизнь. Вот есть с кого брать пример. И нам, ветеранам, а молодому поколению тем более. Тогда я его знаю как честного, добросовестного, принципиального командира. И сейчас вот вы наблюдаете, здесь такая масса людей, к плохому человеку не пойдут. Он был хороший человек, он был настоящий человек. Был другом, отцом, наставником моим был. Это был настоящий командир, воспитатель, который понимал с полуслова тебя. И всегда где-то свои действия мысленно сверял. А как бы он бы поступил? Это просто был прекрасный человек и настоящий командир. Его ставили в пример еще при жизни. А сегодня вспоминают, командиром Альберт Слюсарь был строгим, но справедливым. Такие вот отношения, семейно-служебно-бытовые, так можно сказать. Они были такие человеческие и остаются человеческими. Вот, и поэтому я благодарен, конечно, что судьба свела меня с этим человеком. Вот, я многое взял от него. Это прекрасный пример для подражания. И по жизни, когда я служил, у меня очень многие вопросы, очень многие служебные дела. Я, конечно, делал и равнялся на своего командира. Альберт Слюсарь ушел из жизни на 79-м году. Все его награды посчитать трудно. В Рязань он приехал в 84-м. До этого 4 года служил в Афганистане, где во время боевых действий был командиром 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. После Афгана в течение 12 лет возглавлял Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. За эти годы сумел воспитать героев России. Отдать дань памяти начальнику сегодня приехали в Рязань специально. Во-первых, надо думать о родине, о задаче, о судьбе своих подчиненных. Что всегда надо стремиться выполнять задачи выше, чем качественно. Вот такие добрые слова. И знаете, он прививал именно через эту любовь к родине, профессии, к ВДВ. Он всегда говорил, что надо гордиться тем, что вы принадлежите такой славной, как в городе ВДВ. После гражданской панихиды траурная процессия отправилась на Скорбячинское кладбище. По пути шествия колонок к месту захоронения движение транспорта в городе было приостановлено. Это был действительно боевой, очень строгий командир, но в то же время настоящий батя. Потому что всех, кому он дал служебную жизнь, все, кому он помогал, все помнят о нем. И сегодняшнее прощание говорит о многом. Похоронили Альберта Слюсера со всеми почестями. Спустя несколько минут после того, как на могилу упала последняя гор земли, люди буквально засыпали ее цветами.